Меня зовут Тареса, я из города Хайфово. Узнаю об инкаунтере об одном знакомом. Даже мы лично не виделись. Интернетские знакомые написали мне в контакте, а сам не поехал. Ну, как бы, недолго, полчасика подумала и решила зарегистрироваться. Зарегистрировала еще своего друга, а через день еще и мама моя захотела зарегистрироваться. Поехать на инкаунтер. Она говорит, и шепчет, давай нашу Аббастор, зарегистрировай. Вот. Мы в церкви уже давно, и достаточно в церкви свободно. Но, как бы, начала двигаться в Боге, и начала что-то в нем переживать, и начала с ним знакомиться именно с проповедями на Сформацию Центр. И могу сказать, что встреча с Богом моя произошла несколько раньше, чем это время. Она произошла год назад, когда Бог начал изменять меня через жертву, которую он говорит. Хочу сказать, что на жертву огонь не может не сойти. Да. И когда вы это сделаете, там будет трудно, но... Я не люблю. Ничего. Но когда вы переживете то, что вы сделаете, вы потом будете искать возможности и спрашиваете у Бога, что мне еще отдать, чтобы переживать это снова и снова. И я поехала на этот энкаунтер, и... То есть после того, как я встретила с Богом, вроде бы в жизни все хорошо, и в свое внутреннее состояние я могу описать, как ты живешь в совершенной любви отца. Но где-то прошло полгода после такого моего столкновения с Богом, и начали переходить атаки. Только для того, чтобы перейти с тебя на новый уровень. И, в общем, перед энкаунтером с самым было самое темное время, могу сказать, очень темное время, и где-то... Ну, вот ты так живешь, ты любишь Бога, ты наконец-то... Тебе говорят, люби Бога, люби ближнего своего. Знаете, и вроде как бы говорят, ты не можешь любить Бога, если не любишь ближнего своего. Но, знаете, первая запах, она все равно... И как бы Бог открыл и коснулся меня через свою любовь, что значит Его любить. И, знаете, когда теряешь эту любовь, когда ты понимаешь, что жизнь не досует, а все есть действительно, что это все пустое. И поэтому, знаете, не стоит ничего жалеть, потому что если ты пришел в Богу, то все твои мысли, все твои стремления, все твои финансы, они направлены на Него. Но, если ты действительно идешь к нему, ты уйдешь, все, это вот для того, чтобы приобрести креста. Да. Все, и то есть, что я пережила на этом энкаунтере, мне никогда не пророчествовали. То есть, ни разу я видела, как пророчествовали другие, не знаю, вбывались, не пророчествовали, не словались. И не скажу, мне даже не пророчествовали у сестер, которые служат на энкаунтере, я сдав слово знание. И вот первый раз, когда я это поняла, ко мне на молитве подошла сестра Светлана, обняла меня и сказала мне не делать того, что по пунктам, что я решила. Я приеду с энкаунтера, и я этого делать не буду, я этого точно не буду делать, вот то-то-то-то. И подошла мне сестра Светлана, обняла и сказала мне не делать того, что я хотела не делать. То есть все по пунктам рассказала, ну хорошо, Господь, ты знаешь, и ты решил, что это неправильно, хорошо. И сегодня после служения подошла ко мне сестра Наталья, и она тоже сказала, что все то, что есть в моем духе. То есть спасибо вам, спасибо Богу за то, что я делаю от вас.